Дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня это небольшой обзор от среды, 25 августа. Поговорим с вами о ситуации на фондовых рынках. Вроде как все спокойно, но многие аналитические агентства выпускают свои прогнозы и свое видение на текущую ситуацию и дальнейшее будущее судьбы фондовых рынков мира. Обсудим, к чему стоит прислушиваться или не стоит наоборот. Также поговорим о выплатах Российской Федерации. Это пенсионерам и военным, и как это отразится на экономике Российской Федерации. Ну и, конечно же, в первую очередь отразится на валютной паре рубль-доллар. Что стоит здесь учитывать, какие есть из этого риски. И, конечно же, поговорим о рынке черного золота. Итак, дорогие друзья, устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции все наши видеообзоры мы с вами начинаем с ситуации на фондовых рынках. И сегодня так называемый день тишины. Об этом мы с вами говорили еще в воскресенье, когда была рубрика «Ежедневник инвестора». Я делал такое осторожное предположение, что среда будет, наверное, самым спокойным днем, когда игроки возьмут такую некую паузу и никаких особо сильных движений на рынках происходить не будет. И именно это мы с вами на текущий момент и наблюдаем, что индексы не стремятся ни падать, ни расти, потому что игроки замерли в ожидании начала симпозиума о так называемом Джексон Холле. Ну, оно чисто имеет только такое название, потому что будет проходить в онлайн формате. И, конечно же, будут ждать выступления многих экономистов. Но основное событие произойдет уже в пятницу, когда будет выступать глава американского регулятора Джером Пауэл. И вот здесь он нам, наверное, поведает какие-то вещи. Но я остаюсь приверженцем своей точки зрения, что основные движения, основные свои мысли, основные какие-то заявления будут сделаны не в Джексон Холле, а 22 сентября после заседания Федеральной резервной системы. В Джексон Холле, скорее всего, Джером Пауэл обозначит какие-то основные векторы, на что стоит нам обращать внимание, на что они сейчас смотрят. Я думаю, что Джером Пауэл на выступлении в Джексон Холле попытается нас всех просто-напросто немножко успокоить. Ну и как раз-таки все это отображается на котировках индекса. Мы с вами видим, что японцы стоят возле нулевых значений, а австралийцы и китайцы в среднем совокупно прибавляют всего лишь 0,3%. Если мы с вами смотрим на европейскую торговую сессию, то здесь мы с вами видим следующую картину, что немцы падают на 0,3%, британцы наоборот растут на 0,3% на момент съемки видео. Российский фондовый рынок не может покорить по индексу Московской биржи в очередной раз уровень 3900 пунктов. И индекс Московской биржи падает на 0,3%, индекс РТС падает почти на 0,5%. Мы с вами видим, что на протяжении сегодняшнего дня доллар попытался послабить по отношению к рублю, но здесь есть логическое объяснение, почему доллар слабел. Вы не забывайте, что сегодня среда, посредом Минфин проводит аукцион УФЗ, и, конечно же, в этот момент рубль получает такую локальную внутридневную поддержку. Ну вот аукционы завершились, и мы сразу же с вами видим, что доллар резко начал набирать позиции. Мы вновь штурмуем отметку 74 рубля. На момент съемки видео доллар прибавляет 0,3% по отношению к нашей российской национальной валюте. Но этого, на самом деле, следовало ожидать. Рубль в последнее время очень и очень слабый, несмотря на движение на товар на сырьевом рынке. В частности, я говорю про цены на нефть. Хотя нефть в последние несколько торговых сессий очень и очень сильная. Сегодня она взяла рубеж 70 долларов, пыталась сегодня подойти к рубежу 71 доллар, но пока этот рубеж взять им все-таки и не удалось. Если мы смотрим на американские фьючерсы, то здесь мы с вами наблюдаем, что они тоже топчутся возле нулевых значений. И особо сильно, я думаю, динамики роста сегодня они не покажут. Хотя вчера произошло важное историческое событие. Индекс NASDAQ закрепился выше 15 тысяч пунктов. Да, он пытался пробивать этот уровень, но впервые он закрылся выше данного значения. Можно сказать, что этот уровень NASDAQ все-таки покорил. И если буквально вот-вот начнется американская торговая сессия, посмотрим, сумеют ли они удержать данные уровни. И здесь как раз-таки пора поговорить еще и о важных событиях, которые произошли за последние несколько дней. В частности, я говорю об выходе прогнозов от различных аналитических агентств, от различных экономистов. В частности, первонаперво хотел бы начать, наверное, это с Goldman Sachs, которые сделали такой осторожный прогноз и предположили, что уже с ноября месяца 2021 года Федеральная резервная система начнет сворачивать программу количественного смягчения в размере 15 миллиардов долларов от заседания к заседанию. И здесь это как раз-таки укладывается в логику, ту, которую я последние несколько недель рассказываю вам в наших видеообзорах. О том, что как раз-таки в Джексон Холле Джером Пауэлл никаких громких заявлений делать не будут, а все основные заявления и по программе количественного смягчения будут делаться именно на опорном заседании, которое состоится 21-22 сентября. Потому что недаром многие представители Федрезерва взяли такую некую паузу. Им необходимо сейчас посмотреть, что будет происходить. Со штаммом Дельта на территории Соединенных Штатов Америки мы на этой неделе получили новости о том, что вакцина от компании Pfizer была одобрена, полностью сертифицирована. Способствует ли это увеличению вакцинации в стране? Как будут справляться с этим штаммом? Мы с вами знаем о том, что Bloomberg опубликовал свои данные о том, что пик этого штамма в Соединенных Штатах Америки пройден. Это очень сильно волнует, в частности, президента ФРС Далласа Каплана, который даже сделал такое в пятницу заявление о том, что он готов пересмотреть свое видение. Но об этом мы говорили с вами вчера. Еще на что должны будут обратить внимание, конечно же, представители Федрезерва. Это на рынок труда. Мы в следующую пятницу эти данные все получим по Нонфарму. Ну и через две недели мы получим данные по инфляции. Фактически все козыря будут у Федеральной резервной системы. Все данные будут у них на руках. И основываясь на этих данных, они как раз таки будут делать свои какие-то действия, какие-то свои предположения. И я все-таки склоняюсь к тому, что потихонечку Федеральная резервная система США начнет сворачивать программу количественного смягчения. К тому же особого смысла в текущей программе нет. Мы с вами знаем, что обратное репо растет неимоверными темпами. И фактически, да, печатный станок уже начал отключаться. И как мы с вами уже тоже говорили на прошлой неделе, сейчас на подходе новый инфраструктурный проект, который очень и очень большой. Более 3,5 триллионов долларов. Вчера его одобрила палата представителей. И, конечно же, это тоже является своего рода поддержкой. И здесь безболезненно можно отключать печатный станок. Фактически, мы из одного кармана перестаем доставать деньги, а из другого кармана начинаем доставать деньги. Поэтому это можно сделать более или менее безболезненно. И фактически, отключение печатного станка Федеральной резервной системы будет больше иметь психологическое значение, чем, конечно же, все-таки это будет значение иметь экономическое. Но волатильность в индексе доллара, я все-таки думаю, что будет очень и очень большая. И, конечно же, мы с вами за счет этого увидим укрепление американской национальной валюты. Ну, а это лишний раз поспособствует еще и ослаблению нашего рубля, который и так показывает очень и очень слабую динамику на всех моментах, которые сейчас происходят в мире. Но здесь супротив как раз-таки Голдманам. А напомню, что Голдман САК за последние полтора года дает более или менее точные прогнозы. Именно они спрогнозировали движение индекса в район 4,5 тысячи пунктов. Именно они спрогнозировали движение цен на нефть выше отметок 75 долларов за баррель нефти марки Brent. Поэтому доверяйте к прогнозам, да, а Голдман САК все-таки имеет смысл. Второй прогноз, который тоже появился на днях, на лентах информагентств, это то, что банк Wells Fargo говорит о том, что индекс широкий, индекс S&P 500 достигнет отметок 4800 пунктов до конца 2021 года. И здесь, дорогие друзья, отчасти нельзя, ну, отчасти можно им тоже поверить, потому что впереди нас ждет рождественское ралли, и, возможно, эти именно движения и поспособствуют движению рынка наверх. Но я предварительно считаю, что, конечно же, произойдет коррекционное движение, это как раз-таки после заседания Федрезерва в 20-х числах сентября. И не забываем, да, о том, что куплено огромное количество опционов на то, что после заседания Федрезерва американский рынок подвергнется очень и очень сильной коррекции. То есть здесь я не одинок в этих мыслях. Большие дяди, большие деньги тоже ставят на падение. И точно так же в очередной раз хотелось бы напомнить, что тот же самый Рей Даллио, который четко предсказал падение индекса S&P 500 в конце февраля, начале марта месяца 2020 года, тоже сокращает свои позиции в ETF на S&P 500 и тоже ожидает очень ближайшего падения. Но когда все факторы сходятся за то, что ближайшая коррекция не за горами, все-таки стоит к этому прислушаться. Ну и к тому же есть еще один прогноз от агентства Reuters, которое говорит о том, что в третьем квартале глобальные корпорации будут терять прибыли. И именно этим можно объяснить не самое лучшее поведение компаний на сезоне отчетности. Мы с вами видели, что по итогам второго квартала многие компании показали очень хорошие прибыли, но почему-то после выхода отчетов многие компании стремительно шли вниз. А потому что как раз таки они тоже опасались, что может произойти падение прибыли в третьем квартале 2021 года. Почему это может произойти? Как раз таки многие ожидают, что Федеральная резервная система начнет сворачивать свой печатный станок, отключать, что приведет к росту индекса доллара. А за счет этого потеряют многие компании-экспортеры как раз таки. Ну и конечно же низкие ставки, которые находятся сейчас в Соединенных Штатах Америки, которые не дадут развиваться, не дадут расти прибыли тому же самому банковскому сектору. И банковский сектор на текущий момент тоже может находиться под таким довольно-таки серьезным давлением. Ну и к тому же та же самая крупнейшая компания Соединенных Штатов Америки, Apple, говорит о том, что прогнозирует падение спроса на свою продукцию в течение третьего квартала 2021 года. Об этом говорят многие компании, не только американские, там и японские. В частности, можно привезти ту же самую Toyota, которая сокращает свое производство и так далее. Этот список очень и очень большой, достаточно просто почитать отчеты компании, которые уже отчитались. Именно поэтому я продолжаю настаивать на том, что входить в рынок на текущих уровнях крайне и крайне опасно. И, наверное, самое безопасное убежище, я продолжаю в это верить, это является именно американская национальная валюта доллар. И здесь, дорогие друзья, в очередной раз хочется поговорить о том, что и посмотреть на то, как себя ведет пара валютная, пара рубль-доллар. Несмотря на высокие котировки цен на нефть. Я напомню, что еще в пятницу цены на нефть закрылись на уровнях 64,97 и за три последних торговых сессии они показали стремительнейший рост. Фактически на 10% они отросли. Но валютная пара рубль-доллар особо сильно на это не отреагировала. Хотя многие говорят о том, что валютная пара рубль-доллар и цены на нефть очень хорошо коррелируются. Мы с вами видим совершенно обратно. Рубль очень и очень слаб. И тому как раз-таки еще одно дополнительное подтверждение, что Минторг США продлил сроки своего расследования по нерыночности экономики Российской Федерации. Мы на прошлой неделе эту ситуацию с вами обсуждали, что это такого своего рода новый способ давления на нашу страну. И обратите внимание, как вовремя это все происходит. А происходит это как раз-таки, когда в России стартовала активная часть предвыборной кампании в Государственную Думу. И своего рода Соединенные Штаты Америки готовят почву для того, чтобы оказать своего рода воздействие на нашу страну по итогам выборов. И это опять-таки вкладывается в ту логику, о которой мы с вами говорим уже на протяжении, наверное, больше года. Что после выборов в Российской Федерации будет довольно-таки серьезный скачок в валютной паре именно рубль-доллара. Но в экономике Российской Федерации не все так на самом деле просто. И вчера, когда выступал Владимир Владимирович Путин на, по-моему, партии, да, вот на съезде «Единая Россия», он заявил о том, что экономика России фактически восстановилась. В каких, правда, отраслях не совсем это все понятно. Ну, раз президент, да, и руководство нашей страны, говорит, восстановилась, ну да бог им судья. И, конечно же, вчера еще был подписан важный указ, о котором стоит обязательно остановиться. Потому что именно выплаты, которые анонсировал наш президент, да, по 10 тысяч пенсионерам, по 15 тысяч военным, могут оказать довольно-таки серьезное воздействие на инфляцию. Ну, а рост инфляции, конечно же, окажет существенное давление и на нашу национальную валюту рубль. И здесь как раз-таки хотелось бы просто-напросто немножко посчитать. Можете взять листочек и ручку, чтобы вместе, да, просчитывать. Я специально все эти цифры себе выписывал на листок, чтобы ни в чем не запутаться. И, дорогие друзья, давайте с вами посчитаем. В сентябре месяц аккурат перед выборами. Выборы, напомню, 19 сентября. Ну, а в среднем пенсии в Российской Федерации начинают выплачиваться, по-моему, с числа 7 или 8. И, дорогие друзья, что здесь хочется сказать? А хочется сказать следующее, дорогие друзья, что, первонаперво, у нас сколько в стране пенсионеров? По последним данным Росстата у нас в России 42 миллиона 300 тысяч пенсионеров. И всем этим пенсионерам нужно выплатить по 10 тысяч рублей. В среднем получается, да, это 420-430 миллиардов рублей. Записали эту цифру. Второе, это, конечно же, выплата нашим военнослужащим, да, каждому военнослужащему по 15 тысяч рублей. По тем же самым последним данным у нас в среднем, примерно в России, 1,9 миллиона военнослужащих. То есть это получается 28,5 миллиардов рублей мы им должны тоже заплатить. Но одновременно с этим мы не должны с вами забывать и еще про одни выплаты, о которых Владимир Путин говорил еще в конце весны, начале лета этого года. Это 10 тысяч каждому школьнику. Итого получается 200 миллиардов рублей. В сумме мы с вами получаем 650-652 миллиарда рублей. В среднем мы должны, наша экономика должна выплатить. На первый взгляд, не такие уж вроде бы и большие суммы, но если мы с вами сейчас посчитаем, то это примерно составляет чуть больше полпроцента от ВВП всей нашей страны. И если даже взять еще один момент, аспект, то это целая капитализация такого крупнейшего банка государственного, как ВТБ. Ну, либо какую еще компанию. Ну, можно посмотреть там примерно, да, там капитализация того же самого ВТБ составляет 9 миллиардов рублей. Ну, и, соответственно, это очень и очень существенные деньги. 652 миллиарда это 8,8 миллиардов долларов. И таким образом, конечно же, будет очень и очень интересно посмотреть, как эти деньги, откуда эти деньги будут изыматься. И хотелось бы просто-напросто вспомнить ситуацию, когда на последних заседаниях Эльвира Цикебзадовна, глава нашего Центрального банка России, заявляла следующее, что рост инфляции в нашей с вами стране способствовали как раз-таки докоплению наших граждан, которые происходили во время карантинных мер. То есть, граждане накопили денежные средства, потом они пошли по магазинам и взвинтили цены на те же самые продукты, технику и так далее. Ну, давайте с вами тогда тоже разберемся в этой ситуации. Когда пенсионер получит 10 тысяч рублей, куда он пойдет с этими 10 тысячами рублями? Конечно же, он тоже пойдет в магазин. И таким образом будет поддерживать спрос и наращивать цены на те же самые продукты. Конечно же, от этих ситуаций выиграют и ретейлеры, но тот же самый спрос будет способствовать росту инфляции. А рост инфляции, соответственно, подстегнет наш Центральный банк поднятию ставок. Здесь какой-то замкнутый круг. С одной стороны, мы вроде бы должны бороться с инфляцией, а с другой стороны, то же самое руководство нашей страны способствует тому, что инфляция будет развиваться. И здесь будет очень и очень драматическая ситуация в сентябре месяце, когда может начаться резкий всплеск инфляции, и что будет способствовать ослаблению нашей национальной валюты. Это раз. Ну и второй момент, конечно. Ну и, конечно же, не забываем, что в сентябре месяце может быть внешнее воздействие со стороны западных держав из-за выборов на территории Российской Федерации. Мы об этом уже не раз с вами говорили в наших последних видео. И вот сегодня как раз-таки появились сообщения от Минторга США, что они продлевают свое расследование по нерыночности экономики. Мы об этом говорили на прошлой неделе с вами, что это своего рода новое воздействие на экономику Российской Федерации. Посмотрим, к чему это все приведет. Но я продолжаю утверждать, что сейчас самым безопасным активом, в котором можно переждать смутные времена, смутный сентябрь месяц, потому что здесь сразу же сходится много факторов. Это и экспирация, это и конец финансового года, и заседания Федрезерва, и выборы в России, и выборы в Германии. Все это, конечно же, будет накладывать своего рода отпечатки на котировки индексов. И к тому же не забываем, что сегодня Европейский суд отклонил требования Газпрома о том, чтобы использовать Северный поток-2 на полную мощность. И я думаю, здесь новый виток борьбы будет продолжаться. Именно поэтому я считаю, что в сентябре месяц самое безопасное это находиться именно в долларах. Но, опять-таки, это лично мое мнение. Я знаю, что у многих моих зрителей мнение совершенно иное. Многие считают, что рынки будут расти безостановочно. Но такого, дорогие друзья, к сожалению, не бывает. И за это можно очень и очень сильно поплатиться. Дорогие друзья, если видео понравилось, обязательно ставьте лайк. Если видео не понравилось, ставьте дизлайк, пишите свои комментарии. Также, дорогие друзья, не забываем, что идет набор, последний набор 2021 года, наш премиум закрытый чат. Кто хотел попасть, но думал, сомневался, ну вот я думаю, у вас последняя возможность в этом году есть. Следующий набор, во-первых, будет намного дороже в 2022. Это как первая причина. Ну и когда он будет, следующий набор, я даже представить пока себе не могу. В планах делать до набора пока что нет. Нет, действует эксклюзивное предложение. Я за долгосрочное сотрудничество. В этом премиум чате там публикую свои сделки, свои инвестидеи. Помогаю ребятам разобраться и в своих портфелях. Потому что иногда приходят ребята с мега дисбалансированными портфелями. Никакой диверсификации. Ну и помогаю, конечно же, ребятам, ну как-то, хоть как-то привести портфели в чувство. И хоть как-то их структурировать. Условия попадания в премиум закрытый чат есть в описании. Ну и в телеграм-канале. А в телеграм-канале указана ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Также, дорогие друзья, не забываем оставлять комментарии под видео. Пишите свое мнение, видение. Согласны вы со мной, не согласны. Критику, вопросы точно так же. Не забываем, дорогие друзья, подписаться на наш канал. Нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Не забываем проспонсировать данный канал. Эта помощь не безвозмездная. Вы получите доступ к прямым эфирам с ребятами как раз-таки из этого закрытого чата. И, может быть, эти прямые эфиры помогут вам определиться, стоит ли идти к нам в закрытый чат или не стоит. Такие эфиры проходят еженедельно. Вот на прошлой неделе аж два раза получилось. И среда, и воскресенье. Два сразу же эфира мы с ребятами провели. Ну и, конечно же, не забываем подписываться на Инстаграм Инвест Профит, на Яндекс Зен Инвест Профит, на открытый Телеграм Канал Инвест Профит. Ну и, если у кого есть желание, можете подписаться и на мой личный Инстаграм, чтобы следить уже за моей жизнью, как я ее живу, куда я хожу, куда я езжу. Ну и вообще, что за человек такой Владимир Михайлов. Я же с вами на этом, дорогие друзья, прощаюсь. Увидимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok